Здравствуйте, в эфире программа Трибуна, в студии Владимир Нейстров. Сегодня мы обсуждаем социальное развитие сельской местности в России. И у нас в гостях Ирина Гехт, заместитель председателя Комитета СССР по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенатор от Челябинской области. Ирина Альфредовна, здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим о тех законопроектах, которые обсуждались непосредственно совсем недавно, в эту сессию в том числе, в частности, вот законом об обороте земель сельхозназначения. Речь идет об изъятии подобных земель в случае, если они не используются. Вот какие критерии этого существуют? Да, этот вопрос, он уже давно в повестке, но он вот никоим образом не сдвигается с мертвой точки, потому что вот в этом вопросе, наверное, сколько желающих изъять земли, столько же желающих их сохранить, и в том числе в лице и представителей в Государственной Думе. Да, потому что закон вносился не единожды, но тем не менее, вот и оставался там не более, чем в первом чтении. И сегодняшняя редакция вот этого закона, она говорит о том, что да, изъятие возможно, а спустя три года после того, как установлен факт, что она не используется по назначению, и дается еще плюс к этим трем годам, два года на освоение этого участка. Причем сегодняшняя редакция, она предполагает, что если даже там муниципалитет или какой-то орган власти обратился в суд с этим требованием, владелец, как правило, переписывает этот земельный участок и получает еще пять лет некой амнистии для того, чтобы и дальше делать то, что он считает нужным. Я внесла закон совместно вот с сенатором от Смоленской области Анатолием Ивановичем Мишневым. Мы все-таки предлагаем несколько поменять эту ситуацию, то есть до года уменьшить срок, который дается на освоение этого земельного... не два, а год, и, соответственно, не три, а два года в случае неиспользования. И предлагаем все-таки исключить эту возможность переоформления участка и определять этот срок с момента оформления вообще права собственности на этот земельный участок, независимо от того, кто его оформлял. Вот таким образом исключив еще вот эту лазейку и возможность. Но на сегодняшний день этот закон не требует никаких, допустим, дополнительных бюджетных средств. Мы его направили в Государственную Думу и, к сожалению, получили ответ о том, что, значит, требуется заключение правительства. Вот, но что еще раз подчеркивает, что вопрос там политически непросто, да, поскольку затрагивает тут интересы нескольких сторон. Поэтому сейчас мы ждем заключения правительства на этот закон. Ну и все-таки будем, наверное, добиваться и поднимать вопрос о том, чтобы эти земли отдавались людям и использовались по назначению. Тем более у нас есть еще над чем трудиться, потому что мы не достигаем там по ряду позиций, там уровня продовольственной безопасности по тем же овощам, да, и по лудово-ягодным там культурам и по ряду других злаковых. Поэтому надо, чтобы земли были в обороте. Давайте обсудим антикризисный план в плане сельского хозяйства, вопросы, связанные с импортозамещением. Считаете ли вы достаточными те механизмы, которые предложило правительство, чтобы не только поддержать сельское хозяйство в наше сложное экономическое время, но и увеличить производительность, повысить, собственно говоря, эффективность самого сельского хозяйства? Ну да, мы говорили о том, что и уже много раз о том, что, наверное, программа антикризисная, касающаяся сельского хозяйства, единственная, которая не подвергла секвестру, и все-таки уровень продовольственной безопасности, он стратегически важен для страны. И средств туда было направлено достаточно много. Но, опять же, и динамика она есть. То есть мы все равно потихоньку отходим. То есть на 6 миллиардов по прошлому году у нас снизился импорт продовольствия. Но это все равно незначительные цифры в сравнении с тем, что еще предстоит сделать. И здесь, наверное, процесс пошел бы быстрее, если были ниже ставки по кредитам. То есть если понятно, что сельское хозяйство, наверное, как, в принципе, вся промышленность, нуждается, во-первых, в длинных кредитах и по ставке 5-7%. Дайте такую возможность и бизнесу, в том числе и в сельском хозяйстве, и вы там не узнаете страну, мне кажется, через несколько лет. Ну 5-7% это вообще мечта, наверное. Не, ну так если мы заинтересованы в том, чтобы поднять импортозамещение, это ведь не там только сыр или еще что-то. Это все-таки и оборудование, которое востребовано для пищевой промышленности. А мы сегодня говорим, что у нас нет пищевого машиностроения. Это исключительно только зарубежные машины. То есть это надо делать. Ну, наверное, какой-то есть, но небольшой процент. Ну, совсем небольшой. То есть, ну, вы посмотрите, все предприятия сельскохозяйственные, как правило, оборудованы с участием там иностранных инвесторов, да, и все это по технологиям исключительно там израильским, голландским, там немецким и так далее. И поэтому здесь, конечно, вот эти дешевые кредиты, это мечта там бизнеса, и в том числе и сельскохозяйственная. И на мой взгляд, ну, наверное, вот если бы такое решение было принято, то на самом деле не надо было бы говорить уже через год об импортозамещении. То есть промышленность бы и сельское хозяйство получили бы мощный толчок. Но уже то, что сегодня вот начинается в рамках там министерства, и Ткачев заявил о том, что будут теперь опережающие субсидировать процентные ставки, да, это уже огромный плюс для сельхозтоваропроизводителей, потому что на самом деле там нет огромных денег, и когда деньги приходят уже по факту там погашения кредита, это достаточно сложно. Если сейчас это сделают, это и то будет такой достаточно существенный шаг, и аграриям будет значительно легче. Увеличили там процент субсидирования на сельскохозяйственную технику с 15% до 25%, да, то есть это тоже плюс. Ну вот обещали еще включить белорусскую, которая тоже пользуется популярностью аграриев, но пока вот это только касается российской сельскохозяйственной техники, 25%, я считаю, четверть стоимости, это тоже достаточно неплохо, да, для того, чтобы аграриям огней обновлять свой парк. Ну и, конечно, наверное, такой третий там принципиальный вопрос – это кадры, да, потому что там можно говорить об импортозамещении, о новых технологиях и станках, но если там не будет людей, то, наверное, ничего это не будет работать. И сегодня на селе, конечно, дефицит кадров, он тоже есть. И поэтому здесь вот те программы, которые сегодня есть, это и устойчивое развитие сельских территорий, они как раз направлены на то, чтобы создавать там ту инфраструктуру, которая все-таки будет способствовать тому, чтобы молодежь оставалась на селе. И это прежде всего жилье, конечно же, но и там объекты социальной инфраструктуры, это детские сады, школы, досуговые какие-то центры. Ну вот мы затронули с вами проблему социального развития села, вот, в частности, поговорили о том, о предоставлении жилья, да, каких-то вот таких факторов, которые бы способствовали молодежь, возвращению, так скажем, в село, возвращение к земле. Какие еще вопросы сельской местности вы бы, вот, в плане социального развития, вы бы отметили как сложные? Ну, это, конечно, вот, ну, для всех сельских, сельской местности, это вопросы газификации, да, то есть и вопросы дорог, наверное, это вот то, что основное есть. И, конечно, в последние годы в рамках нацпроекта ПК, конечно, было сделано очень много, да, то есть и, в принципе, там большинство там сельских населенных пунктов уже связаны дорогами, ну, в том или ином качестве, но они есть, да, то есть и, хотя есть, конечно, территории, где там детей подвозят к одному мостику, там перевозят, там ждет другая машина, то есть, когда в школу везут, но, тем не менее, сегодня вот эта транспортная доступность, она есть. Ну, и второе, это, конечно, газ, да, потому что газ, это все равно, так сказать, некое вот такое благо для сельского жителя, это освобождающего и от заготовки дров, да, и вот упрощающая его жизнь, и, конечно, большинство сельских жителей, когда вот они там встречаются с представителями власти, именно эти вопросы поднимают газ, дороги, да. И подключение самое главное, ведь мы же знаем, что довести трубу – это только полдела, да, то есть само подключение, оно достаточно так финансово емко, так скажем. Ну, да, да, и оно из года в год увеличивается, и здесь, конечно, роль субъекта очень важна, у нас в Челябинской области есть программы, которые позволяют за счет областного бюджета, да, решать эту проблему для одинокопроживающих пенсионеров, то есть вот таким образом мы помогаем. В свое время это была вообще очень такая емкая денежная программа, понятно, что вот условия меняются экономически, но тем не менее, не менее 500 миллионов сегодня в области выделяется на газификацию вот именно сельской местности. Но это вот первые вопросы, которые там… Сельский житель никогда не будет поднимать вопрос заработной платы в первую очередь, то есть это, наверное, такой самый терпеливый наш житель, да, который вот просит-то вот совсем немного, чтобы вода, газ и дорога были в селе для того, чтобы каким-то образом вот жизнь там продолжалась. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...